В 19 веке физиологи выяснили, что мужской мозг тяжелее женского. И в нем на 4 миллиона клеток больше. А у женщин лучше работают связки между полушариями. А мужчины лучше ориентируются в пространстве, потому паркуются с первого раза. Зато у женщин зрение не туннельное, а панорамное. И поэтому они допускают меньше боковых ударов при вождении. А мужчины лучше считают. Но первыми программистами все равно были женщины. Я устала спорить. Давай выясним с экспертами, на чьей стороне превосходство. Битву полов объявляем открытой. В этой программе мы пробуем на вкус дождевых червей. Ощупываем незнакомые предметы. А заодно опровергаем гендерные мифы и строим свои смелые теории. Кто все же умнее, быстрее, внимательнее и лучше чувствует? Женщина или мужчина? Это все. Тушите все, ребята. Битву женской логики и мужской интуиции наблюдает и комментирует. Владимир Вальвач, социолог и педагог. Знает, что мужчины и женщины по-разному видят, слышат и отвечают на вопросы. Анастасия Емелина, феминистка. Уверена, что наша разница не биологический факт, а результат воспитания. Олег Краля, психолог, коуч. Учит женщин быть женщинами, а мужчин – мужчинами. Все проблемы, по его мнению, из-за непонимания своей роли. Итак, сегодня мы выясняем, чем же на самом деле различаются мужчина и женщина. Вот как по мне, так только внешними признаками. Протестую. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. И это не я сказал. Стереотипы. Стереотипы относительно, что такое мужчина, что такое женщина, они вот прям с пеленок преследуют детей розовые. Голубые ленточки. Девочка не должна драться. Мальчик может не быть умным. Главное, чтобы его там возмужал. Олег, а вы с какими стереотипами сталкиваетесь, которые вот гендерные? Ой, да абсолютно разные. Кто что должен дома, кто что должен в обществе, да. Причем иногда это настолько конфликтные представления. И даже у одного и того же человека в одной и той же голове там такие бывают конфликты, что ого-го. Какие из них самые вредные, как вы считаете? Конфликты или стереотипы, которые будут абсолютно бескомпромиссные. Вот эти вот будут, на мой взгляд, самые вредные. Миф, который как бы из глубины, что ли, веков о том, что женщина, она не способна, ну, скажем так, финансовой работе, да. Я хочу напомнить, что в 90-е годы у нас очень распространена была такая форма предпринимательской деятельности, которая называлась челночество. То есть, когда хаос был, когда население было в ситуации выживания, так вот, ну, 99% челноков были женщин. А у нас время экспериментов, и в первом раунде «Битвы полов» мы проверим логическое мышление мужчин и женщин. «Битва полов» начинается. Сейчас мы проверим, чья логика, мужская или женская, приведет к правильным ответам. А заодно попробуем разобрать, в чем, собственно, разница. Перед вами три артефакта, служившие людям в 17 веке. Два из них — предметы быта. Третий — оружие и детская игрушка одновременно. Этот третий предмет повернул ход российской истории. Молодые люди быстро осматривают предметы и удаляются обсуждать свои варианты. Девушкам требуется больше времени, чтобы запомнить объекты. Принято считать, что женщины в принятии решений склонны искать поддержки, тогда как мужчины просто решают проблему, не оглядываясь на других. Но наш эксперимент опроверг эти данные. Молодые люди задавали друг другу вопросы, тогда как девушки одну за другой предлагали теории. У нас есть версия. Прервем наш эксперимент и к его результатам вернемся чуть позже. У меня вопрос к его участникам. Тамерлан, скажите, пожалуйста, сталкивались с таким явлением, как женская логика. И отличается ли она от вашей? Сейчас общество очень сильно смешалось. То есть есть, бывает в женщине мужская логика, бывает наоборот. Я даже не знаю. Я считаю, что у мужчин она более прямолинейная, а у женщин она какая-то разветвленная. То есть они сразу несколько вариантов придумывают и рассматривают. Олег, скажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, словосочетание «женская логика» сохраняет этот колкий смысл? Она действительно существует? Мы действительно думаем по-разному. Мужчина действительно, Катя правильно сказала, думает прямолинейно в основном. То есть у него есть задача, есть исходное состояние и дальше идет оценка ресурсов. Женщина думает вот такой вот линии ломаной, но зачастую приходит к результату быстрее, чем мужчина. В качестве стереотипа, да, женская логика существует. И это плохой стереотип, поскольку женщине отказывают в каком-то даже банальном рациональном мышлении. По данным последних исследований, несмотря на культурную принадлежность, женщины приписывают себе такие качества, как душевность, тревожность и застенчивость. А мужчины при этом характеризуют себя как настойчивых и открытых новым идеям. Значит, у мозга есть пол, и значит, мы все рождены уже разными. Или таковыми нас делает общество и воспитание. Анастасия, вы со мной согласны? Да, абсолютно. В любом случае, воспитание мальчика, воспитание девочки – разные вещи. Я в своей практике психологической очень часто встречаю такие случаи, когда обращается девушка, начинаешь с ней работать, и оказывается, что ее воспитывали не совсем как девочку. И ей говорили, нужно что-то достигать, нужно быть настойчивой, нужно уметь за себя постоять. Нужно быть сильной. Да, надо отстоять свое мнение и так далее, и так далее. И это плохо? Это мужские качества. Это не значит, что для женщины они не нужны. Но когда это закладывается в 2 года, в 3 года, в 4, в 5, да, то есть формируются как раз вот те самые импринты, форматы поведения у девочки. То же самое очень часто происходит у мальчиков, их воспитывают совершенно по-другому. А вот, кстати, участница нашего эксперимента Екатерина обучается вполне мужской профессии. Екатерина, как она правильно называется? Обработка металлодавлением. А много ли у вас девушек на курсе? Ну, на одну девочку три мальчика, вот так. Владимир, как социолог, пожалуйста, расскажите нам, по-прежнему остаются мужские и женские профессии? Или это уже все пережиток? Вообще известно, что у нас, скажем там, капитанами морских судов женщины практически не являются. Капитанами воздушных судов уже являются? Я знаю летчика-испытателя Марину Попович, жену космонавта Поповича, которая очень успешно была в своей профессии и так далее. Но это же единичный случай. У нас на сегодняшний день до сих пор существует список из порядка 400 профессий, которые запрещены женщинам. Никаких реальных причин запрета нет. Ну, скажем, сейчас идет в Думе, вроде бы, обсуждение об отмене этого списка. То есть, возможно, женщины какие-то смогут исполнить свою мечту и действительно стать капитаном дальнего плавания. Я слышала теорию, что женщины могут справиться с любой работой, поэтому их боятся. Недавно, ну, где-то полгода назад, мэром Якутска стала женщина. Вы слышали. И слышали, наверное, о тех невероятных вещах, которые она делает. Вот вполне себе реализовавшаяся женщина-политик. Есть свежий опрос Фонда общественного мнения, очень авторитетная организация, которая вот опрашивала как раз о том, что такое счастье. На первое место выходят, кстати говоря, семейные ценности. Семейные. Вот работа, она даже в пятерку не входит приоритетов. Понимаете? Работа на шестом месте. Ну, и сейчас я предлагаю вернуться к нашему эксперименту. Напомню, мужская и женская команды пытались угадать, для чего в 17 веке предназначались эти предметы. Я напомню, два из этих предметов использовали в быту, и один из них — оружие и детская игрушка одновременно. Мы решили, что глиняный горшок — это чайник без ручки, потому что есть две дырочки, куда можно просунуть, допустим, палку или что-то еще, и спокойно держать и наливать. Но это как вот вариант. Второе — это мы решили, что это шило. Тоже домашний обиход, потому что раньше была что-нибудь в коже, да, там, что... Ну, что, да, грубый материал, который можно было бить, там, или, там, прокалывать, да, да, сшивать что-то. А третье — мы решили, что это игрушка и оружие. Если посмотреть на него, там есть маленькая рукоятка, как мы решили, что, возможно, даже это женское оружие, потому что у женщины была маленькая рукоятка. Средний предмет — это и оружие, и игрушка. Дети могли что-то на нее нанизывать, например, да, я не знаю, там, или можно было кого-то заколоть, да, и в то же время это вот прообраз, прототип вот этого, не знаю, кастырь, по-моему, это называется, которым сбивали вот в железную дорогу. В дороге. И вот, возможно, это дало развитие железной дороги. Ну, остальное. Остальное — это бытовые предметы. Внимание, правильный ответ. Слева направо. Свитец, свайка и рукомой. Ну, а при назначении рукомоя говорит само его название. Еще один предмет быта — это свитец. Предмет слева, в него вставлялась лучина, сам свитец забивали в деревянную стену и таким образом освещали помещение. А вот самый интересный предмет — это свайка, находится посередине. Ею можно было пробить вражескую броню, однако этим опасным оружием очень любили играть дети. И по одной из версий, именно так поранился царевич Дмитрий, после смерти которого началась смута. Я смутно припоминаю, но кажется, сейчас должна быть рекламная пауза. Давайте прервемся. Укротить глюкозу и договориться с инсулином. Мы докажем, что диабет — не приговор. Необходимо за питанием следить. Личные истории и победы над заболеванием. В телепроекте «Жизнь не сахар». Я поднимаю правую ногу немножко так, чтобы человек не видел. Секунд десять у меня все отпускает хорошо. Бронхит? Остеохондроз? Туннельный синдром? Это статическое напряжение рано или поздно вызовет мышечный спазм. Как бороться с заболеваниями, приобретенными на работе? Необходимо делать короткие перерывы и проводить в это время простые упражнения. Это профессиональное. Новые выпуски каждый четверг в Омском эфире телеканала «Продвижение». Битва полов в программе «Нестандартная и легко о психологии» продолжается. И мы только что выяснили, что и женщины, и мужчины готовы работать в команде. И слабый пол не уступает в логике сильному. Все правильно? Может быть, наши эксперты заметили больше, чем мы? Меня удивило, что девушки вот этот острый предмет признали детской игрушкой. И они были правы. Должно было сработать все-таки, что детям острые предметы давать нельзя. Вот здесь как-то логики не видно. Между прочим, британские ученые выяснили, что у женщин память развита лучше, чем у мужчин. Ну, может быть, поэтому мой муж забывает памятные даты и где лежат его носки. Ну, я бы вот перепроверила доводы британских ученых и посмотрим, что выявит наш второй эксперимент. Говорят, женщины видят детали, не понимая главного. А мужчины, наоборот, видят картину целого, не запоминая мелочей. Проверим на примере детской игры в сломанный телефон. Только передавать мы будем не одно слово, а довольно сложный текст, напичканный деталями и событиями. Детектив огляделся и вытер пот со лба. На крыльце двухэтажного особняка его уже ждала пухленькая рыжеволосая женщина. «Меня зовут Катерина, затороторила незнакомка. Это я вам позвонила. Я нашла ваши контакты в записях месье Амбре. Дело в том, что он пропал. Когда я пришла сюда вчера, в комнате месье Амбре горел свет. Работал телевизор. Следы борьбы? Перебил детектив. Нету. Он будто испарился. Дверь в комнату профессора открылась с тихим скрипом. На столе стоял нетронутый ужин, мясо по-французски и холодный кофе. Дорогие часы, коллекционные картины, револьвер, скрипка Страдивари стоимостью в 3,5 миллиона долларов. Все было на месте. «Машина?» – сухо произнес детектив. Обе на месте, с готовностью ответила женщина. И Мерседес, и Альфа-Ромео. Тут взгляд детектива упал на каминную полку. Центральное место на ней занимала новая фотография. На ней седой профессор в смокинге и молодая девушка в красном платье слились в поцелуи. Детектив болезненно сморщился, мгновенно узнав свою бывшую жену. «Что здесь происходит?» – звонкий голос разрезал тишину. Детектив обернулся. Начинаем пересказ. Стоит отметить, первая версия девушек выглядела довольно точной. Девушка пришла к детективу рассказать о том, что пропал один человек. Девушку звали Катерина, у нее были рыжие волосы. Колоссальное количество деталей. Катя запомнила даже стоимость скрипки. 3,5 миллиона долларов машины «Мерседеса Альфа Ромео». Детектив заметил фотографию старого пожилого человека вместе с молодой девушкой. В ней он узнал свою жену. Но уже на третьем участнике текст начал искажаться. Текст был про девушку. Как она пошла к одному парню, я не помню, как его звать. Детектив. Была рыжая девушка в красном платье. Она искала кого-то, пошла к парню. У парня был ужин, было мясо по-французски. У него была машина «Мерседес», а дальше никто ничего не запомнил. К шестому пересказу отрывок из «Детектива» превратился в очень короткую романтическую историю. Что-то связано с девушкой, с парнем. Они ели мясо, лимузин, «Мерседес», ля-ля-ля-ля. Все, это единственное, что я запомнила. Интересно, что получится у мужской команды? Седоволосый детектив вышел на крыльцо. Там его ждала рыжеволосая девушка. Был какой-то миссис Традивари. Этого мы никак не ожидали. Текст начал искажаться уже на первом участнике. Он начал какое-то расследование, зашел домой, все было на своих местах. Какие-то часы за миллион долларов, или там три миллиона долларов, или триста тысяч долларов. Ну, ты хорош! Из всех деталей текста молодые люди ожидаемо запомнили марки машин. Что на «Седес» или «Романа»? Далее мы оставим пересказ без комментариев. Ну, в общем, смотри, Седоволосый детектив сидел дома. Вышел на балкон. Произошла кража. Когда детектив зашел обратно, он видит дома, что раскидана одежда. Он снова выходит на улицу и увидел, что машина на месте. И затем к нему пришла рыжеволосая девушка. Затем он заходит обратно к себе домой и видит на картине целующуюся патруль. Вот все, что мы запомнили. Это все. Тушите свет, ребята. Катя, это Мерлан. Скажите, удивили ли вас результаты нашего эксперимента второго? Кать. Ну, меня, конечно, удивили. Я не ожидала то, что это все превратится в какое-то свидание, потому что это была тревога из детектива. И, как мне кажется, я передавала вроде как детектив, а не свидание. Действительно ли женщины и мужчины замечают разные детали одного и того же события, Олег? Да. Женщина видит много деталей. Мужчина видит прямолинейно то, что он зачастую хочет видеть. И в результате получаются неизбежные искажения реальности. То, что оценки мужчин и женщин различаются, и всегда надо учитывать их по отдельности, это в социологии практически повседневное правило. У женщин и мужчин все-таки разные функции в обществе социальном, разные статусы. В конце концов, только женщины могут рожать детей. Поэтому получилась романтическая история у девушки? У меня иногда возникает такое стойкое убеждение, что в любую жизненную ситуацию женщина начинает конструировать в конце этой конструкции обязательно семейная жизнь какая-то. Настя, как вам наш эксперимент и согласны ли вы с мужчинами? Эксперимент забавный. То, что Екатерина смогла запомнить так много мелких подробностей, которые, собственно, у нее сложились в истории, это потрясающе. Забавно, что у мужской половины сразу начались какие-то когнитивные искажения, и они даже не смогли запомнить первоначальный текст. Но то, что женщина ориентирована... То, что получилась романтическая история, мне кажется, это нуля. Кто-то кого-то где-то недопонял на каком-то этапе. Но то, что женщина ориентирована исключительно на свое женское счастье... Не всякая женщина хочет быть матерью, не каждая женщина хочет рожать детей. То есть человек говорит, я не хочу, почему? За этим стоит какое-то убеждение. Психолог, да, в данном случае считает, что у женщины просто нарушена ее базовая стратегия. То есть даже, ну... Это же таки женщина с нарушениями, которая не хочет детей, не хочет семью. Да, то есть у нее есть личностная деформация, вплоть до глубокой личностной деформации. То есть когда я с ними работал, то есть я мог сказать, что это там акцентуация характера, например, психопатии или еще что-то, да, то есть уже более глубоко поковыряться в личности человека. К вам приходят разные пары и задаются этим вопросом. Вы говорите, ребят, ну вы просто на одно и то же смотрите по-разному. Это да, это всегда. Ну, элементарная вещь. Ну, не понимаешь ты, что человек говорит, спроси. Пример, буквально вот недавний пример моих клиентов, да, в конце концов муж говорит, вот если я не понимаю, вот посчитай, что я дурак. И просто скажи мне другими словами, так, чтобы я понял. И ты можешь думать, что хочешь в этот момент, ну скажи мне так, чтобы я понял. Помогло? Да, и они начали буквально вот в течение получаса общения, они начали друг друга уже лучше понимать. У них конфликтность исчезла, жена стала улыбаться, муж немножко загорелся, у него появились какие-то идеи. То есть они наконец-то поняли, что никто из них не телепат. И что если ты хочешь что-то донести, ну, ты донеси так, чтобы человеку было понятно. Кстати, мы не только слышим друг друга по-разному, но и видим. Если мужчине и женщине дать апельсин, то у мужчины он будет казаться более красным. А трава у мужчин более желтая, чем дам. А что если завязать им глаза? Ну, так давай попробуем в нашем следующем эксперименте. Пришло время проверить органы чувств. Считается, что у женщин дела с чувствами обстоят лучше, даже если речь идет об обонянии или осязании. Но мы позволили себе в этом усомниться. Итак, в колбе номер один манная крупа. Это несъедобная. Ой, так. Мой ответ песок. Дальше не хочу трогать. А, это пшено. Это искусственный снег какой-то. О, все. Ну, на кисель похоже. Сыпется. На манку чем-то похоже? Похоже на манку. Может, это манка? Я за манку. Три из четырех девушек отвечают верно. У мужчин пока по нулям. Но холодное. Может, какое-то дерево. Растение. Часть. Это холодное. Длинное. Чем-то вкусненьким пахнет или мне кажется? Не знаю, что это за предмет. Без понятия. Это морковка? Морковка. Это морковка? Это морковка. 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 Морковь угадали почти все испытуемые. А как насчет дождевых червей? Липкое. О-о-о. Липкое. Непонятное. Влажное. И. Фу. Да елки-палки. Что это такое? Похоже на фарш какой-то. Что-то страшное должно быть. Это живое? Ой, червь. Фу, это червяки, да, какие-то? Это червяки? Это земля и черви. Это черви обычные дождевые. Это черви какие-то. О, мой гад, это они, да? О, я их обожаю. В последнем раунде живая морская свинка. Это на вкус можно попробовать. Да фу. Она вибрирует. Там что, рыба и мошки? Ой-ой-ой. Ой. Это крыса какая-то волосатая или что? Ой, там кто-то живой, теплый. Да ну кто ты? Подай голос. Мой ответ кролик. Это какое-то животное, не знаю. Шиншилла пускай будет. Мой ответ шиншилла, я не буду будешь трогать. Это не котенок явно, котят дует. О, что это было? Мой ответ это морская свинка. Это кролик. Морская свинка. Тамерлан, вы вообще в жизни человек храбрый? В жизни? Ну, можно сказать, да. А что с вами происходило на нашем эксперименте? У меня было такое ощущение, что какого-то я, допустим, эксперименты были, да? Какие-то до этого, я все равно понимал, что это камеры, софиты какие-то, да, волнение было. А здесь у меня закрыли глаза, я вышел, и такое ощущение было, что я с друзьями, и со мной друзья где-то прикалываются, могли посунуть что угодно. Екатерина, а какие ваши были ощущения? Вам было страшно? Ну, в целом мне не было страшно, потому что сказали то, что никого вреда здоровью не будет, поэтому... А как вы думаете, почему в целом вот мальчики реагировали более эмоционально? Потому что, может быть, они больше глазами любятся рассматривать. Если подойти с позиции НЛП, как раз, да, нейролингвистического программирования, есть система восприятия мира или репрезентативной системы. И раньше считали, что их три, сейчас добавили четвертую. То есть это аудиально, визуально, кинестетическое и дигитальное, да, то есть... Но мужчины предпочитают глазами, то есть визуально и дигитально просчитывать, а женщины аудиально слушать и кинестетически ощущать. Поэтому мальчикам было страшнее? Если подходить с этой позиции, то вполне, да, то есть они не видели, они не могли ничего просчитать, не понимали, что происходит, поэтому дезориентация, и это нормально в этом случае для мужчины. Я согласен с Олегом. Дело в том, что женщины больше доверяют ощущениям. Женщина больше доверяет. Если она это чувствует, значит, это правда. А мужчине надо обязательно это чувство еще проверить, просчитать, выверить. Там как-то какой-то эксперимент провести. А в самом деле это так. Ну вот я с вами абсолютно согласна, что у женщин чувства развиты больше. Это называется интуицией. У меня есть такое чувство, что нам нужно прерваться на рекламу. Я, наверное, всегда слушаю свое сердце. Вот прям вот сто процентов вот это дзынь. Хотите заглянуть на кухню женского бизнеса? Основной наш канал продвижения – это Сарфанное радио. Пошел косяков народ. Мечтаете узнать, как в декрете построить свой бренд с нуля? Все, что не придумывается, все связано с детьми. Это маркетинг, это реклама, это пиар, это продвижение. Мама в деле. Новые выпуски. Каждую субботу в Омском эфире телеканала «Продвижение». Самое, пожалуй, яркое для меня впечатление эмоциональное – это так называемые драма-баттлы. Есть свободное время? Мы покажем самые интересные места города. Ты находишься в самой картине один на один. Представим вам главные культурные события недели. С полным правом заявить – выходные огонь! Смогут и зрители нашей программы. Свободное время. Искусству нужно учиться, как любому делу в жизни. Откровенные. Не хочу, чтобы зрители видели страх от картин. Интересные. Я мог. Всегда из перспективы от вас. Неравнодушные. Пусть музей будет чудом, пусть посещение музея будет радостью. Наши люди. Новые выпуски каждое воскресенье в Омском эфире телеканала «Продвижение». В эфире программа «Нестандартно и легко о психологии». И у нас тут, ой, нелегкое обсуждение гендерных стереотипов. Кто все-таки побеждает в нашей битве, мужчины или женщины? По результатам трех экспериментов, женщины немного лучше владеют органами чувств. Ну, и женская логика не подвела их. А вот мужчины немного лучше запоминают информацию. И вот заметила у тебя везде – немного, чуть-чуть и слегка. Так, может быть, все-таки грань стирается, и мы приближаемся к гендерному равенству. За которое ратует Анастасия. Как считаете, какие перспективы? Мы живем в обществе, которое переполнено стереотипами. Мы их транслируем нашим детям. Если мы сможем вот хотя бы частично эти стереотипы преодолеть, отрефлексировать, как-то от них избавиться, тогда, может быть, в нашей жизни, в жизни наших детей, внуков, правнуков станет полегче. С точки зрения психологии, да, если человек избавляется от одного стереотипа, он неизбежно создает себе другой стереотип. Например, стереотип полного свобода и вседозволенности, например, да? Или там полного равенства. А потом многие люди не знают, что с этим равенством делать, например, да? Посмотрите страны, например, с очень высоким уровнем либеральности и равенства. Там та же самая Дания, например, Финляндия, Швеция. У них одни из самых высоких показателей самоубийств. Человечество тысячелетиями вырабатывало те или иные шаблоны поведения, стереотип поведения. Хоть как это назови, да, социальные роли, скажем так. Вот отойдем от слова стереотип, социальные роли. Если оно их вырабатывало, то человечество одномоментно все это поломать не получится. А тем временем в Европе насчитывается уже порядка 50 официально зарегистрированных гендеров. 50? А тут бы с двумя разобраться. Ну, мы сегодня очень многое узнали. Например, то, что разница в логическом мышлении между мужчинами и женщинами в наше время стремится к нулю. Но все-таки признаем, что она разница. Все-таки остается. И это притягивает нас друг к другу. А мы притягиваем лучших экспертов в области психологии и проводим интересные эксперименты. До новых встреч в программе «Нестандартное. Легко о психологии».